Всем привет! Предлагаю испечь очень вкусный, пышный и при этом необычный на вид пирог. Он состоит из двух видов теста, обычного и шоколадного. И я использую два вида начинки, хотя можно взять одну. Воздушный, мягкий, невероятно красивый, очень прост в приготовлении. В общем, этот пирог стоит того, чтобы его испечь и попробовать. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Свежие дрожжи раскрошила в миску. Добавляю одну столовую ложку сахара из общего количества, несколько столовых ложек муки с горкой, наливаю кефир комнатной температуры. Все тщательно размешаю до растворения дрожжей, накрою и оставлю в теплом месте минут на 20. Когда опара будет готово, добавлю оставшийся сахар, соль, ванильный сахар, одно целое яйцо и белок, желток у нас пойдет на смазывание верха и растопленное сливочное масло. Добавляя муку, замешу тесто. Контролируйте количество муки, так как вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Сначала размешиваю венчиком, насколько это возможно, а потом вымешиваю руками. Готовое тесто нужно вымесить в течение 1-2 минут. После этого тесто нужно будет разделить на две равные части. Одну часть я подкатаю, обильно смажу растительным маслом и отправлю в миску, также смазанную маслом. Во вторую часть я добавляю порошок какао и тщательно вмешиваю его в тесто до тех пор, пока тесто не станет однородным по цвету. Также хорошо его смазываю маслом и кладу в эту же миску. Я ставлю на расстойку в одной посуде, если вы хотите, можете поставить в разных. Оставляю в накрытом виде в тепле на полтора часа. Когда тесто будет готово, извлекаю его по отдельности из миски и обминаю каждую часть. Затем каждый кусочек делю на 8 равных частей, для этого я пользуюсь весами. Для удобства из теста раскатываю шарики, затем все накрою пленкой. Раскатываю лепешки продолговатой формы и выкладываю начинку. В качестве начинки можно брать все, что угодно. Свежие фрукты или ягоды, замороженные, а также джем или повидло. Я в темную часть буду накладывать варенье из крыжовника. Накрываю тестом, прижимаю его по краям, с противоположного края делаю надрезы и сворачиваю рулетиком. Края нужно защипать, особенно если начинка жидкая. Ну и точно так же поступаю с белой частью теста, только в качестве начинки у меня здесь будет словацкая стружка, то есть тертые яблоки. Ссылку на этот рецепт я оставлю под описанием к видео. Эта заготовка на зиму является отличной начинкой для любой выпечки. Заготовки выкладываю в форму, чередуя по цвету следующим образом. Для серединки я скатываю две лепешки разного цвета, кладу их друг на друга и раскатываю вместе, чтобы получилась такая продолговатая форма. В середину по всей длине выкладываю начинку, затем складываю пополам и делаю небольшие надрезы, не доходя до начинки и прижимаю тесто над начинкой. Просто заверну рулетиком и получается что-то вроде цветка. Рогалики я поправляю так, чтобы освободить серединку и устанавливаю туда получившуюся заготовку. Все аккуратно поправляю, накрою пленкой и дам постоять еще минут 25. Затем смазываю поднявшийся пирог желтком, размешанным с одной столовой ложкой воды или молока. Выпекаю пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю немного остыть прямо в форме на решетке. Посмотрите, насколько он мягкий, просто воздушный. Перекладываю пирог на блюдо и посыпаю сахарной пудрой. При желании вы можете его просто разрезать ножом, а можно отрывать частями. Ну вот посмотрите, какое мягкое и пушистое тесто, воздушное и нежное. Ну и точно такое же шоколадное тесто. Кстати, сюда отлично подойдет начинка из вареного сгущенного молока или из шоколадной пасты. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Отмечу, что форму для этого пирога лучше брать немаленькую, у меня где-то 28-30 сантиметров. Смотрите на моем канале, также и другие рецепты не менее вкусных и необычных пирогов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!